Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Фатиме Сидометова о последних событиях прямо сейчас. Какие улицы микрорайона Фонтаны в Симферополе готовы на 90%? В Симферополе рассказали о вреде курения. Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. Сегодня Украина празднует годовщину блэкаута. Ровно 4 года назад, 21 ноября, она перекрыла Северокрымский канал и прекратила поставку товаров. А после лидеры запрещенной в России организации МИЧЛЕС подорвали опоры ЛЭП. Крым был полностью обесточен. Теперь крымско-татарские патриоты Украины требуют у своего президента автономию крымских татар. Подробности в сюжете. 4 года назад Ленур Ислямов со своим карательным батальоном совершили преступление против обычных крымчан, оставив без света и тепла в холодную осень около 2 миллионов человек. Действия батальона также несли смертельную угрозу для пациентов медицинских учреждений, оставшихся без энергообеспечения. Уже несколько дней в социальных сетях на страницах лидера запрещенной в России террористической организации МИЧЛЕС Арифата Чубарова «Пистрит резолюция». Ее приняли все участники конгресса крымско-татарского народа, а это всего лишь 30 человек. Малочисленное заседание прошло в Киеве. Многие видные крымские татары в социальных сетях, в публичной плоскости, осудили факт проведения этого конгресса, требовали лишить полномочий тех лиц, которые собирают этот конгресс. Нужно понимать, что и сам МИЧЛИС, и конгресс крымских татар неправомощен без поддержки крымско-татарского народа. После этой встречи Чубаров потребовал Зеленского в срочном порядке изменить статус Крыма. Призывая президента Украины немедленно подать в Верховную Раду законопроект о создании крымско-татарской национальной автономии на территории Крыма, о статусе крымско-татарского народа и о коренных народах Украины. Мало создания национальной автономии, так глава запрещенного МИЧЛИСа хочет взять полуостров полностью под личный контроль. Обсуждать с данной структурой все принимаемые властью решения, которые касаются статуса Крыма и режимов использования прилегающих акваторий Черного и Азовского морей. Все соглашения в этой сфере принимают с участием представительского органа МИЧЛИС крымско-татарского народа. Выдвинутые требования Чубарова президент Украины оценил депутат Госдумы России Руслан Бальбек. Международное морское право не знает, когда бы навигационная ситуация корректировалась какой-то организацией, не имеющей отношения не только к морской юрисдикции, но даже не являющейся государственной. Каким образом МИЧЛИС стал главным гидрографом и навигатором прилегающих Крыму Черного и Азовского морей? То, что требует МИЧЛИС от украинского президента, это даже не невежество, это самодурство. Как отреагирует на это заявление президент, который совсем недавно упразднил комитет по делам крымских татар в Верховной Раде, пока неизвестно. Однако МИЧЛИСовцы готовы на все. Имя первого муфтия Нумана Чилибиджихана они уже опорочили, назвав в честь него незаконное вооруженное формирование, которое нанесло ущерб своему же народу. На сегодняшний день с ними не считается ни правительство Украины, ни политическая элита на Украине, да и уже и Запад стал уделять меньше внимания в отношении этих беглецов. От этих людей массово начали отворачиваться их же соотечественники. Украинские татары ведут себя как бандиты. На государственном уровне чинят расправы с предпринимателями. Они полностью пытались уничтожить бизнес семьи Немитулаевых в Геническе. К сожалению, в Геническом районе правоохранительные органы, это Геническ, прокурор района, СБУ района, начальник милиции района, полностью были подвластны Меджлису, практически АТРу, потому что Херсонский область, как приграничный районный область, временное правительство Крыма там, военный прокурор Крыма, Гданов там. Полностью команда была Порошенко, поддерживают их, все, что они скажут, делают. Вот это все происходило. Пока сбежавшие политики из числа крымских татар на Украине продолжают политику выпрашивания у государства решения крымско-татарского вопроса, в Крыму совершенно иная ситуация. Крымские татары при российском государстве прекрасно себя чувствуют. Создаются комфортные условия для их жизни. Они развиваются вместе со всеми остальными народами республики во всех сферах. А малая часть уехавших крымских татар этим похвастаться не могут. В микрорайоне Фонтаны строители приступили к укладке второго слоя асфальта на улице Ешеляда. Также дорожники заканчивают строительство дороги на улице Мелевше. Наш корреспондент Мухаммед Зикиряев побывал на объектах. В его репортаже все подробности. Главная техника каток трамбует асфальт, температура которого более 150 градусов. На объекте трудятся более 10 человек. На подмоге 6 единиц техники. Я сейчас лично за рулем огромной техники под названием каток. Для того, чтобы управлять данной машиной, нужно передвинуть реверс вперед и управлять ею. Данная техника вот так вот выравнивает асфальт, а весит она более 9 тонн. Борис Андреасян лопатой выравнивает покрытие после асфальта укладчика. Молодой человек работает дорожником уже 3 года. Трудь нелегкий, но для него увлекательный. Результатами своей деятельности Борис всегда гордится. Расскажите, что сейчас делаете? Сложно? Нет, все легко. Просто лопатами подравниваем края под бордюрами, вот где укладчик не достает углы. Подравниваем просто лопатами, граблим этими. В микрорайоне Фонтаны на улице Мелевше дорога готова уже на 95%. Мы, как видим, установлены бордюры, имеется тротуар, осталось только начертить дорожную разметку. До конца этой недели подрядчик планирует полностью завершить строительство дороги по улице Ешеляда. Ее протяженность более 200 метров. До конца этой недели постараемся заниматься уже благоустройством прилегающей территории, освещением, дорожной разметкой, пешеходными переходами, чтобы в течение 10 дней, последующих, я думаю, уже завершить полностью этот объект и сдать объект в эксплуатацию. А вы думали в 10-м? Десятилетний Али Муратов о ровных дорогах мечтает давно. Теперь он сможет кататься по ним на велосипеде. Сначала дорога была плохая. Я не мог кататься на велике. Теперь она хорошая, я могу кататься на велике. Улицы Мелевше и Ешеляда – это главные артерии, ведущие к школе в микрорайоне Фонтаны. Именно поэтому капитальное строительство по программе «Безопасные качественные дороги» начали с них. На сегодняшний день еще три дороги включены непосредственно в эту программу обустройства. То есть до 2020 года будут асфальтированы еще три дороги в районах компактных поселений микрорайоне Фонтаны, которые будут везти к школе номер 44 в частности. Строительство дорог на улицах Мелевше и Ешеляда планируют завершить через 10 дней. Мухаммед Зекиреев, Эльдар Заитов, телеканал «Мелет». Дым, тьма и бездорожье. На насущные проблемы жалуются жители микрорайона Ахмечеть в Симферополе. Для их решения собрались представители ТОСа, сотрудники ЖКХ и местные жители. Итоги встречи в нашем следующем сюжете. Я сейчас нервничаю, когда начинаются эти проблемы. Спрашивают, какие у вас проблемы. Да проблем вообще никакие не решены были. И до сих пор не решаются, по крайней мере. Жители микрорайона Ахмечеть жалуются на постоянное сжигание листвы. Густой дым распространяется в дома. Все пропитывается гарью. И этот запах вызывает аллергию у детей. Уважайте других, люди. У нас же дети. Это наше будущее поколение. Неужели эти дети будут дышать этой гарью и расти больными? Разве мы сами себе враги? Сжечь опавшую листву – самый простой вариант. От нее избавиться. Такое оправдание у тех, кто разводит костры. Однако экологи против разжигания костров. В дыме много вредных для здоровья веществ. А еще это небезопасно. На сегодняшний день правилами противопожарного режима данное действие запрещено. В случае выявления данного правонарушения сотрудникам МЧС будут приняты соответствующие меры. Для этого достаточно написать коллективную жалобу. Штраф за сжигание листвы для гражданина – 2000 рублей, для физического лица – 6000. А юридическому лицу это обойдется в 150 тысяч рублей. Еще одна проблема в микрорайоне – уличное освещение. Его здесь нет уже много лет. Сейчас мы сходим на дорогу. Если мы сравним сейчас на грунтовую дорогу, наверное, есть вариант, что мы поломаем. О дорогах пока молчим. По крайней мере, освещение должно быть какое-то. Работы ведутся по плану. Проводка в микрорайоне слишком старая. Это вызывает дополнительные сложности. Так ответили на просьбу жителей решить этот вопрос в коммунальной службе. Там сети, понимаете, были сделаны еще, наверное, в 90-х годах. И они были сельского типа, так скажем. Они, конечно, к городским сетям не стыкуются. То есть у нас трехфазные сети, там однофазные. В этом году из бюджета республики выделены деньги для установки фонарей на 115 улицах Симферополя. По словам Николая Коновалова, полностью город будет освещен в течение трех лет. София Шукурова, Альмас Аблакимова, Рафаэль Вахидов, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Осмыслить принципы международного права Нюнбергского трибунала. Ялцы прошел четвертый международный научный форум. Он посвящен 74-й годовщине одного из самых известных судебных процессов 20-го века. Там выступили политики, ученые и активисты. Участники заявили о недопущении ревизии решений Нюнбергского процесса. Потому что в наши дни в многих странах, в том числе и в Латвии, и в других странах бывшего соцблока, некоторые политические партии, где они даже у власти находятся, пытаются из фашистов сделать неких героев, которые боролись с коммунистической властью и так далее. Хотя на самом деле это было не так. То есть даже если мы берем, кому они клялись верности, это было лично на долю Гитлера. Ни даже не Германии, ни какие-то нацистские идеи. Лично Гитлеру. Нацизм поднимает голову. Мы это знаем по примеру Украины. Мы это знаем хотя бы по тому примеру, что Организация Минных Наций не может полностью проголосовать за резолюцию, которую предлагает Россия о запрете героизации нацизма и так далее. Эти проявления, к сожалению, есть. И подобные конференции, я думаю, послужат тому, чтобы итоги Нюрнбергского процесса, решения этого важного суда народов были воплощены в современную жизнь и политику. По итогу конференции приняли резолюцию о необходимости знаний объективной истории 20 века. Второй день форума пройдет в Гурзофе на базе МДЦ «Артек». В Симферополе задержали двоих подозреваемых в краже. В их автомобиль обнаружили ювелирные изделия, фотоаппарат, женскую шубу, мобильные телефоны. А также элементы маскировки, парик и накладную бороду. Злоумышленники наблюдали за хозяевами жилищ через камеры видеонаблюдения. Так они определяли время, когда никого нет дома. Сотрудники МВД уже установили их причастность к трем аналогичным хищениям. Возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком до шести лет. В Крыму отметили Всероссийский день правовой помощи детям. Мероприятия прошли по всему полуострову. В Симферополе центром открытых семинаров и викторин стала библиотека имени Франко. Там сотрудники следственных и правоохранительных органов провели встречу с учениками 9-х и 11-х классов. В нем участвовали более 50 человек, работали и консультационные пункты. Все желающие могли получить юридическую помощь бесплатно. Проблемы с жильем, проблемы с документами, как там льготы определенные и все в этом роде. Что дети, которые там остаются без родителей, а с опекунами, какая им предоставляется помощь и так далее. Почти 200 юных спортсменов крымской столицы получили награды. Это золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия и удостоверение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Напомним, с 1 сентября 2014 года по инициативе Владимира Путина сдача норм ГТО введена для всех российских школьников. Начиная с 2017 года для всех возрастных групп населения. Эти значки для кого-то очередные, для кого-то первые, но это действительно шаг в том направлении, в котором вы движетесь. Не важно, что это будет. Спорт, искусство, наука. Важно, что это ваши достижения. Это лишь первые шаги. И уверен, что эти значки помогут вам в развитии тех навыков, которые у вас на сегодня есть. Хочу попросить только помните тех людей, которые привили вам любовь к спорту. В первую очередь родителей, тренеров и педагогов. Сегодня все телевизионщики мира отмечают свой профессиональный праздник. Его учредила Генеральная ассамблея ООН в 1996 году. Это день для сотрудников телевещания, как правило, рабочий, поэтому празднуют они его на съемках, в студиях, в ньюс-румах, за режиссерскими пультами. Тему продолжит Севиля Меметова. Телевидение прочно вошло в нашу жизнь. И пусть сегодня властвует интернет, голубые экраны ежедневно загораются в каждой семье. Телевидение – это новости, фильмы, передачи, ток-шоу, мультфильмы и много всего интересного. Вот уже четыре года в Крыму работает крымско-татарский телеканал «Милет». Он освещает как региональные события, так и международные. Это аппаратно-студийный блок. Именно здесь каждые два часа выдают новости в прямом эфире. Работает целая команда – звукорежиссеры, режиссеры и инженеры. Это новостная редакция. Работа кипит круглые сутки. Каждый из корреспондентов готовит свой репортаж. Сейчас Султаниси Такаева пишет сюжет о культурном форуме. А уже на следующей неделе будет вести программу «Хаберлер» в прямом эфире. Здравствуйте, в эфире новости в студии Султаниси Такаева. Сегодня в программе. Редакцию новостей пришла ровно четыре года назад во Всемирный день телевидения. Сегодня она уже освоила не только азыпера, но и стала лучше разбираться в разных сферах деятельности. Это и медицина, и экономика, и политика. То есть мы всегда в курсе всех новостей. В общем, мне очень нравится. И я всегда буду дальше продолжать развиваться и повышать свою медийную информационную грамотность. Диляра Сейтенанова начала свою карьеру с утренней программы. Сначала работала корреспондентом, а потом ведущей. Сейчас она снимает социальные ролики и документальные фильмы. И участвует в подготовке проекта «Милет Минлега. Гордость нации». Этот проект действительно очень важен как для телеканала «Милет», так и для меня лично, потому что благодаря проекту я выезжаю в разные уголки Крыма, знакомлюсь с интереснейшими людьми, которые являются представителями крымско-татарского народа и являются лучшими профессионалами в своей сфере деятельности. Телеканал «Милет» совершенствуется каждый год. Он охватывает широкую аудиторию зрителей. Его сотрудники создают контент, который отвечает интересам разных категорий потребителей. В Крыму телевидение появилось в октябре 1958 году. За 60 лет телерадиопередущий центр проделал колоссальную работу по развитию эфирного вещания республики и переходу на цифру. Крым переходит на цифру. Цифровое телевидение за счет того, что позволяет в одном канале, в одном мультиплексе вещать до 10 программ обычной четкости и радиовещания, то есть сразу несколько сервисов, то введение дополнительных мультиплексов в перспективе позволит, может быть, и ультравысокой четкости. Работы ведутся. В России цифровое эфирное вещание способствует не только улучшению качества изображения, но и, в отличие от кабельных и спутниковых операторов, экономию абонентской платы за телепросмотр. Поэтому переход на цифру обусловлен не только общемировыми тенденциями, но и практической пользой. Севелия Меметова, Дмитрий Низовой, Асан Зевадинов, телеканал Меллет. В центре Крымской столицы прошла акция «Меняй сигарету на конфету». Ее провели волонтеры-медики. Сегодня, во Всемирный день отказа от курения, они провели анкетирование и раздали листовки о вреде табака. С мероприятия наш следующий сюжет. Симферопольские волонтеры раздают прохожим листовки о вреде сигарет. Среди них студенты медицинской академии имени Георгиевского. Это важно, так как большинство сейчас населения курит, и это очень негативно влияет на здоровье человека. И эта акция призывает к отказу для того, чтобы оздоровить население. Житель Симферополя Олег Дронов курил пять лет. Он не раз пытался бросить эту вредную привычку. Год назад ему это удалось, и теперь на свое здоровье не жалуются. Сила воли, да, тоже много значит, но все равно это такая зараза, что от нее не так просто избавиться. Студенты-медики призывают горожан бросить курить необычным способом. Вредные привычки есть альтернатива. Волонтеры предлагают обвинять сигареты на конфеты. День отказа от курения празднуют в ряде западных стран мира. Ежегодно, в каждый третий четверг ноября. Главная цель – призвать общество отказаться от пагубной привычки. Употребление табака остается главной причиной смертности от рака легких. От 18 до 40 лет больше курят мужчины, женщины меньше. Я понимаю, что это получается так, что детородный возраст, поэтому они себя берегут, свое здоровье. В год курильщик тратит почти 30 тысяч рублей на сигареты. При отказе от табака как минимум можно сэкономить эту сумму, а как максимум – сохранить здоровье. Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». Это все новости на сегодня. После небольшой рекламы смотрите прогноз погоды на телеканале «Милет». Всего доброго. Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет».